У нас есть еще звонок. Ирина. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Своё просто зрительское мнение хочу высказать. Огромнейшую симпатию вызвал Максим Траньков, Татьяна Волосажер. Они стали моими любимцами буквально великолепного совершенно выступления. Огромная радость, что им досталось серебро. Алена Леонова просто блестяще выступила в показательной программе. Не в показательной, а в произвольной программе. Очень жаль, что ее прокатили с третьим или со вторым местом, потому что она очень достойна выступила. Просто фантастика какая-то. И еще очень жаль, конечно, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев не получили никаких призовых мест. Но что интересно, сегодня были показательные выступления, полный аншлаг. Зрители приветствуют всех. Просто потрясающе. Но вот эти овации, эти они имели оборотную сторону. Наши ребята пожаловались, что когда они начали выступать, вот эти овации зрителей буквально заглушили музыку. Как вы думаете, не стоит ли в Сочи как-то обратиться к зрителям, как-то предупредить, что после того, как поприветствовали, немножечко, чтобы потише, чтобы хотя бы не мешать услышать вот эти вступительные такты музыки, чтобы не срывать вот эти выступления. Спасибо большое за звонок. Очень приятно общаться с людьми, которые любят фигурное катание, разбираются. И я абсолютно с вами согласен, что волосожар Траньков – это пара открытия этого чемпионата. Вы знаете, ну, все-таки, когда поддерживает тебя зал, когда перед тем, как выходить, у тебя колоссальное волнение, о котором я вот сегодня практически весь эфир говорю, и ты слышишь, как поддерживает зал тебя, это помогает успокоиться, это помогает почувствовать, что ты не один, что ты борешься за страну. Возможно, ребятам можно было, они могли это сделать, сделать еще небольшую паузу, проехать еще круг. Можно было даже руками показать публике, что дайте собраться, и публика бы очень четко это почувствовала. Просто у них еще нет такого опыта, да и они впервые выступают в Москве на чемпионате мира. Я понимаю их прекрасно, но я бы ни в коей мере не сдерживал бы наших болельщиков, которым я очень благодарен за ту поддержку, которую они оказали ребятам на чемпионате мира, за переполненные залы, за то, как болели за наших. Это всегда вселяет надежду на то, что фигурное катание у нас по-прежнему остается одним из ведущих видов спорта. И у нас на связи прославленная фигуристка, известный тренер Елена Водорезова. Я очень рад, Лена, что вы сейчас с нами. Здравствуйте, Лена. Прежде чем задать вам вопрос, хочу сказать о том, что сегодня видел вашу ученицу на показательных выступлениях, Аделину Сотникову. И хочу сказать, что для меня это было больше, чем открытие. Для меня это была надежда на то, что вот-вот-вот то, что приведет и станет флагманом нашего фигурного катания. Я, наверное, сейчас очень сильно говорю, очень пафосно говорю, хорошо, чтобы она нас не слышала, но мне понравилось, что она современна, что она уже не проигрывает по компонентам программы, что нет вот этого, ну да, мы хуже, ну мы прыгаем, зато лучше. Есть все, есть вращение, есть дорожки шагов, есть скольжение, есть очень красивая девчонка, есть очень качественные прыжки. И мне вот проходит этот перелом, и вот оно приходит, новое поколение. Поэтому спасибо вам большое. Дай бог, чтобы Аделина уже выступала, выступала и выступала. Спасибо огромное, Илья. Мне очень приятно, тем более от вас это слышать, от такого ценителя и искусителя фигурного катания. Поэтому это, конечно... Абсолютно, абсолютно искренне. Мне просто именно вот как раз неприятно, что как раз вот заметили то, что она умеет и кататься, и вращаться, и прыгать. Я к этому очень стремилась, и хотела, чтобы вот именно женское катание именно определилось этим, что спортсменка обладает именно всем, то, что она соответствует новому положению. Поэтому, как я называю, это поколение Next, оно должно быть достойно и в России. Обязательно. Поэтому, Лен, вот у меня был, конечно, вопрос. Я тут набрасываюсь иногда на тренеров за то, что не видят какой-то некий нафталин на наших спортсменах, что уперлись в прыжки. Как будто вот всем уже говорят, надо вращать, вращение учить. Нет, прыгаем и прыгаем. Опять же, слышу интервью Алены Леоновой, которая говорит, я в следующем году буду учить еще один каскад. Ну, какой каскад? Когда там базы нет, катания никакое, не объезжаем даже площадку. Я знаю, что сейчас в меня полетят все камни. Надо кататься, учиться летом хотя бы. И вот то, что вы сейчас сказали, я хотел и на вас наброситься, но как раз ваша ученица сегодня показала, что вы смотрите совсем по-другому. И я очень надеюсь, что наши тренеры именно изменят свою психологию, привлекая все новых и новых людей к подготовке. Я сейчас считаю, что это обязательно. Без этого действительно, если хочешь выигрывать, то без этого невозможно на сегодняшнее фигурное катание. Потому что я сегодня была потрясена. Вот мое потрясение было, это, естественно, был Сажер Траньков. Я очень рада за коллегу Мозер, Нина Мозер. Но я была еще потрясена и танцами, именно вот американцами, которые выиграли Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. Я была потрясена просто вот как тренер, насколько люди идут вперед. То есть, по идее, и Тасса Вирса, Господь Моэр, по идее, они были олимпийские чемпионы, серебряные призеры олимпийских игр. Ну, как бы, уже это высшая точка мастерства. Но они на сегодняшний день показали еще лучшее катание. То есть, люди идут вперед. И я вот просто была этим очарованная и как тренер для себя просто столько сделала поправок, куда надо идти. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя оставаться на одном месте. Надо всегда учиться. Этому не надо стыдиться. Поэтому только так. Лен, в двух словах. Какие ощущения от этого чемпионата мира? Буквально вот несколько секунд у нас остается еще. Ну, я считаю, что, в общем-то, конечно, наши ребята подтянулись и сделали большой шаг для себя. Потому что в прошлом году это были одни результаты. В этом году все ребята у нас оказались в сильнейших разминках. И мы будем надеяться, что эти шаги у нас будут продолжаться только вперед. Ни в коем случае не стоять на месте. И действительно у нас появились открытия. И новая пара, и Гачинский Артур, и это третье место. То есть это все огромное. Спасибо, Лен, большое. Спасибо. Удачи, удачи, удачи. Мы продолжаем. Я снова приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Звоните, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы или просто пожелайте что-нибудь хорошего нашим фигуристам на будущее. Начнем с того, что быстро пробежим по результатам женского одиночного катания, где победила японка Мики Анду, вторая Юна Ким, третья Каролина Костнер и наша Алена Леонова, четвертая, Ксения Макарова, седьмая. Здесь могу сказать только об одном, что перебороли себя, показали максимум того, что могли. Большие молодцы, большие молодцы и тренеры, что смогли подготовить. Тут, правда, что касается Ксении Макаровой, то пока я все-таки хочу сказать большие слова, благодарность именно Виктору Петренко и всей команде, которая работала с Ксенией Макаровой, поскольку тренер, с которым она работает сейчас, буквально работает несколько месяцев и сказать, что он что-то изменил или что-то сделал или за счет этого она что-то прибавила. Я бы не стал. Пусть поработает хотя бы сезон и тогда мы посмотрим, насколько оправдан был переход такой, на мой взгляд, очень резкий переход посередине сезона от одного тренера к другому. У нас есть звонок. Звонок. Лена на связи. Лена, мы вас слушаем. Да, Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, у меня такой, не знаю, скромный, нескромный вопрос. Как вы форму свою держите? Ну, так мы говорим о чемпионате мира, то отвечу я очень быстро. Ну, я достаточно активно, активно живу, ну, практически нет времени лежать на диване. Наверное, за счет этого формы и держится, но, конечно, надо больше заниматься спортом. Я люблю играть в футбол, в хоккей, но вообще эта передача не обо мне, а о том, какой был чемпионат мира. У нас Валентин на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела предложить, вот у старых мастеров хорошие, хорошие номера, помните наших, которые занимали первые места? А почему нельзя их копировать? Так красиво было. Я всегда плакала, когда смотрела. Ну, вы знаете, может быть, однажды на эксклюзивном каком-нибудь показательном выступлении, шоу, возможно, для того, чтобы еще раз напомнить, какой-то номер можно было бы скопировать. Но, конечно, у каждого должно быть свое лицо. Копировать никого не надо. И времена изменились, и уровень сложности изменился. Поэтому каждый чемпион настоящий чемпион должен находить свое лицо и общаться с публикой с помощью того, что он хотел бы сказать зрителям. «Святый»